Всем привет! Утренняя дискотека у моих соседей закончилась, а это значит, что я могу дальше начинать работать. Я вам всем желаю прекрасной пятницы, прекрасных впереди выходных, и конечно же не забудьте подписаться на мой канал и посмотреть выпуск от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. Давайте же начнем! А начну я сегодня с Любови Успенской. Дело в том, что тут появилась информация, что Любовь Успенская якобы отказалась от проведения всех своих выступлений в Москве, в Подмосковье и так далее. Все это было запланировано на октябрь, и причина якобы все из-за того, что вот вся эта история с исчезновением ее дочери и так далее. На самом деле все не так, все намного проще, просто билеты не продаются. И тут хочется прям спросить у Любоньки Успенской, что такое? Так старалась, так старалась, рассказывала, как все замечательно и прекрасно, люди ходят, а оказывается не особо-то и продаются билеты. А это очень удобно сказать, что вот у меня с доченькой что-то случилось. Слушайте, когда ее это останавливало? Давайте вот серьезно. У Любы Успенской очень сложная, скажем так, дочь, специфическая. Мы не будем разбираться, кто там в этом виноват, это сейчас не про это. Но когда это останавливало Успенскую, она всю жизнь работала и не заморачивалась, а сейчас вдруг решила оставить, точнее отменить концерты. Нет, ребята, все намного проще. Я не удивлюсь, если вся эта история была придумана специально для того, чтобы как-то красиво выйти из ситуации, мол, ну вот видите, у меня проблемы с дочерью, поэтому концерты пришлось отменить. А что думаете вы, пишите. Чемпион мира 2022 Лионель Месси, футболист, не стал отставать от своих коллег по цеху Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, которые уже давно славятся производством своих ароматов. И вот аргентинский Лионель Месси, тоже очень богатый и знаменитый футболист, решил тоже сделать что-то подобное. Пожелаем ему удачи. Я уверен, что все будет продаваться на раз-два. Даже на раз. А бывшая жена Андрея Аршавина, Алиса Казмина, впервые показала окончательный результат после сложной пластической операции. Она рассказала, что с ней произошло. Я не буду сейчас это все пересказывать. Мы это уже все обсуждали, разговаривали много раз. В общем, ходила она к Андрею Малахову. Я вам хочу сказать, то, что было до и то, что сейчас, это, конечно, работа профессиональных людей, которые вот просто, я не знаю, как они это сделали. Это восторг. Молодцы. Самое главное, чтобы Алиса Казмина больше ни в коем случае не попадала в подобные ситуации. Амазон будет работать в Украине. Укрпошта уже готовит договор с главной почтой Америки. И, в общем, ребята, это хорошая новость, что теперь прямо с Амазона через Укрпошту посылки будут приезжать. А Райан Рейнольдс хочет выкупить права на продолжение «Все закончится на нас», чтобы спасти карьеру своей жены Блейк Лайвли. Сильно опоссорилась она с режиссером этого фильма, поэтому он хочет заменить ее на другую актрису в продолжении фильма. И западные СМИ сообщают, что увольнение может стоить Блейк Лайвли карьеры, так как это ее первый значимый проект после декретного отпуска. Райан не смог оставить супругу в беде и решил таким образом ее поддержать. Ну что ж, пожелаем удачи, чтобы все получилось. Пустыню Сахару, говорят, частично затопило впервые за несколько десятилетий. Там даже погибшие есть. По информации СМИ, в некоторых районах Марокко за два сентябрьских дня выпало больше осадков, чем в среднем за год. По данным издания, из-за наводнения в Марокко и Алжире погибли люди. Также осадки нанесли ущерб урожаю фермеров. А вообще это, конечно, удивительно, насколько природа в последнее время уже начинает так активно протестовать против того, что люди делают. То в Африке снег, то в Сахаре какие-то потопы. Что дальше нас ждет? BBC анонсировал спин-офф сериала «Гордость и предубеждение» 1995 года. Сюжет данного проекта «Другая сестра Беннетт», основанный на одноименном романе Дженнис Хедлоу, будет сосредоточен на Мэри Беннетт, непритязательной средней сестре Лизе. Так что все поклонники, гордости и предубеждения ждите. А еще такая короткая информация. Для тех, кто ждет второй сезон на Нетфликсе сериала «Каос», к сожалению, несмотря на то, что он успешно стартовал, Нетфликс его закрыл. И я в шоке, я очень расстроен, потому что такой сюжет хороший, так все красиво преподнесли. И настолько редко бывает что-то уникальное, интересное, и почему-то они его закрыли. Так что не ждите второй сезон, увы, так решил Нетфликс. Главное, какой-то чушь нам по 150 сезону снимать. Помните, я вам рассказывал, как мужик купил гитару Тейлор Свифт, разбил ее? Так вот эту разбитую гитару Тейлор Свифт купили на ebay, представляете? По данным сайта, во вторник вечером кто-то приобрел тот самый музыкальный раздробленный инструмент, вот та самая гитара, который был показан на том самом видео, где в конце сентября мужчина все это дело проделал, купил и разбил. Гитару купили за колоссальный 6,5 тысяч долларов. Даже несмотря на то, что ее вообще уже как бы и восстановить, ну, и вообще не факт, что это еще она. Вы видите, что происходит? Везде, где звучит имя Тейлор Свифт, это будет всегда приносить только доходы. Молодец. Актриса Энн Хэтуэй решила извиниться перед журналисткой Кьорсти Фла за свое поведение на интервью еще 12 лет назад. Это все было. Журналистка выложила отрывок того самого разговора, где Энн недружелюбно, мягко говоря, и односложно отвечала на вопросы. Через какое-то время после этого она связалась с журналисткой, и она не стала цитировать письмо, конечно, актрисе, потому что оно было слишком личным. Из того, что известно, это Энн Хэтуэй заверила свою журналистку, точнее, ту девушку, что в момент их разговора у нее был не самый легкий период жизни, и поэтому все так получилось. И она решила ей принести свои извинения. Представляете? Ну, это восторг. Леонид Акутин сделал заявление, что он готов к долгожданному прибавлению в семье. Ну, в смысле, не то, чтобы он снова стал папой вместе с Анжеликой Варум, а чтобы их дочь наконец-то родила и подарила им внуков. И новость, конечно, замечательная. Вопрос только один, еще такой риторический. А готова ли их дочь стать мамой? Может быть, она не совсем хочет уже рожать, а может, она вообще не хочет, и такое может быть. Вы знаете, сейчас мы живем в такое время, когда child-free, ну, все вот эти вот тренды и так далее. Да и вообще, это право каждого человека. Но самое главное, что Леонид Акутин и Анжелика Варум готовы стать бабушкой и дедушкой. Еще такое небольшое уточнение. У Леонида Агутина не одна дочь, да, это у них с Анжеликой Варум одна, а есть еще и от другого брака. У него две дочери, и обе наследницы живут, как вы знаете, не в России, само собой. Вот, конкретно дочь от Анжелики Варум, она там стала прям такой рокершей. Судя по всему, она не планирует уходить в декрет. Ну, посмотрим. Сейчас многие очень волнуются за молодую жену Александра Цикало, потому что говорят, она тает на глазах. Ну, правда, я посмотрел последние фотографии, не последние, крайние. Одни из последних, господи, каждый раз, когда я пытаюсь рассказать вот этот вот момент, я не знаю, как правильно, а то сейчас набегут на меня опять набросятся, не так я сказал. Ну, вы поняли, о чем я. Одни из крайних фотографий, которые она постила, ну, вообще, в последнее время она там выкладывает, выкладывает, она все худее, 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 худее. Я не знаю, что с ней происходит. Возможно, ей так нравится. Возможно, там какое-то пищевое расстройство, анорексия. Можно все что угодно думать. Но однозначно, когда они вместе только начинали свои прекрасные отношения, она прямо до такой степени такой худой она не была. Не знаю, что там повлияло на нее. Ее обычно, как там говорят в Америке, с лишним весом все борются. Но вот жена Александра Цикала, наоборот, тает на глазах, и люди бьют тревогу. Возможно, он ее вообще там держит в плену, а может быть, он абьюзер, и поэтому с ней что-то происходит. Ребята, что вы думаете? Константин Богомолов рассказал, что его роман с Ксенией Собчак начался еще в 18-м году, когда она еще была замужем за Максимом Виторганом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ксения Собчак, моралистка, нравственница ты наша. Оказывается, была ты замужем и ходила налево, но как тебе не стыдно? А потом рассказываешь, как кому жить. Короче, все это было еще, когда она лежала в детокс-клинике, там накрывалась простыней, чтобы с ним по видеосвязи. Ну и, в общем, потом, естественно, узнала об этом Виторган, что у них там уже Шур и Мур шпиливили, и все эти дела начались. Ну и тогда он его отмутузил, помните всю эту историю. Так что, в принципе, ничего удивительного. Ксения Собчак в своем репертуаре «Дом 2 навсегда». В Твиттере он сейчас X-платформа, сейчас завирусился один твит одного человека, который сделал этот пост, чья бабушка отследила нарушение сердечного ритма с помощью функции ЭКГ в Apple Watch серии 10. Это часы, умные часы Apple Watch, поняли? Знаете, ее сразу отвезли в больницу, и да, действительно, подтвердилось. Все необходимое, в общем, врачи сделали, чтобы не допустить инсульта. И еще хочется сказать, какая прекрасная реклама для компании Apple. Скажите, может быть, они все это и задумали? Легендарный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении своей карьеры. Ему всего лишь 38 лет, он испанец, он выиграл 22 турнира большого шлема, из которых 14 ролангарос. Кроме Рафаэля Надаля это не удавалось никому. За это достижение Надаля прозвали королем грунта. И, конечно, можно только восхищаться его успехами. А еще хочу сказать такой маленький момент. Те, кто следят давно за моими видео, вы знаете, что моя мама, она обожала разный вид спорта и теннис тоже. И вот Рафаэль Надаль, это был ее любимым теннисистом. Ну и, конечно же, еще Роджер Федерер. И когда они все время были в финале, она очень волновалась. Очень сложно выбирать, когда два твоих любимых теннисиста. Но сейчас, конечно, у нас кто там звезда? Новак Джокович, новая звезда. Посмотрим, как у него там все получится. Дженнифер Лопес в новом интервью с горячей фотосессией. Я ее выкладывал в Инстаграме, тут не буду слишком горячей. В общем, она решила прокомментировать впервые свой развод. И она сказала, что расставание с Аффлеком стало для нее такой полномасштабной катастрофой. И сравнила его с крушением дома, на обломках которого она осталась. Цитирую Джей Ло. У меня было чувство одиночества, неизвестности, страха, грусти, отчаяния. Но ты сидишь в этих чувствах и думаешь, это меня не убьет. Я способна быть счастливой сама по себе. Отношения не определяют меня. Не хочу больше искать счастья в других. Хочу иметь счастье внутри себя. Раньше я говорила, что счастлива, но искала того, кто мог заполнить меня. Но поняла, надо расти и становиться лучше. Либо расти, либо умирать. А я не хочу умирать. Мне потребовалось почти 30 лет, чтобы добраться до этой мысли. Но я не жалею ни секунды. Последние события чуть не вырубили меня навсегда. Но теперь я думаю, блин, это именно то, что мне было нужно. Спасибо, Боже. Мне жаль, что это заняло так много времени. Мне жаль, что тебе пришлось делать это со мной так много раз. Мне следовало усвоить это раньше. Тебе пришлось очень сильно ударить меня по голове гребаной кувалдой. Не нужно делать этого снова. Сейчас я никого не ищу. Я одна и летаю сама по себе. Так сказала Дженнифер Лопес. А Тейлор Свифт тем временем пожертвовала уже 5 миллионов долларов всем пострадавшим от стихии. Как вы знаете, сильнейший ураган Милтон обрушился на штат Флорида. Уже зафиксировано много разрушений. И Тейлор Свифт одна из первых, кто быстренько отправила деньги. За что и, конечно же, огромное спасибо. Немного новостей про актера Василия Ливанова. Одни из последних говорят, что его состояние здоровья продолжает ухудшаться. Его ввели в состояние искусственной комы. Наблюдается скопление жидкости в головном мозге, что приводит к недостаточному снабжению органа кислородом. Последние исследования выявили признаки онкологического заболевания. В общем, никаких утешительных новостей в отношении здоровья Василия Ливанова не наблюдается. Елена Блиновская рвет и мечет. Она просто вне себя от злости. А знаете почему? Потому что ее онлайн-курсы кто-то скам униздил и продает не за 100, конечно, тысяч, а всего лишь за 5 тысяч. Она в шоке подала иск в суд на компанию, которая продает ее марафоны. Еще и позволили себе цену такую, понимаете, бюджетную за 5 тысяч. Она-то по 100 продавала. Иск, конечно, не приняли, так как он вне юрисдикции данного суда. Так что ничего пока не получилось. Еще немного откровений из мемуаров ныне уже покойной единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари Пресли. Оказывается, Майкл Джексон был девственником до 35 лет. По крайней мере, так рассказала его бывшая жена Лиза Мари Пресли, как вы поняли, в своих мемуарах. Когда у Майкла и Лизы Мари начались отношения, он сразу признался ей, что она станет его первой женщиной. Цитирую то, что она написала. Я думаю, что он целовался с Татум О'Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман. Он сказал, что Мадонна однажды пыталась с ним переспать, но ничего не произошло. Я была в ужасе, потому что боялась сделать неверный шаг. Вот такие вот откровения мы узнаем спустя столько лет. А тем временем дело Педиди открывает новый портал от американского шоу-бизнеса. Ну вот появились новые у нас новости касательно группы. Помните, была такая группа Пусика Доллс? Там Николь Шрезингер была и так далее. И вот одна бывшая солистка этого легендарного коллектива, Кая Джонс, рассказала удивительную историю, что участницы этой группы заставляли заниматься древнейшей профессией. Вы поняли, спать с теми, с кем скажут. Цитирую ее. Это была не группа, а бордель. Заодно мы пели и были знамениты. При этом миллионные доходы оставались у лейбла и продюсеров. Девушки же получали по 500 долларов в неделю. При этом терпели постоянное оскорбление и унижение. Вы знаете, насчет группы Пусика Доллс много информации ходило. И вообще говорили изначально как, что в этой группе нет вокалистов, кроме одной Николь Шрезингер. Она там за всех поет. Всех остальных девочек якобы чуть ли не с панели доставили. Просто главное, чтобы они выглядели максимально красиво, сексуально привлекательно, горячо и были раскрепощены. Девушка говорит совсем другое, что их как раз таки не сделали. Вот такие вот у нас новые откровения из шоу-бизнеса. Ну, в принципе, ничего удивительного, правда? Я вообще уже перестал удивляться всем этим новостям. Я всегда это не то чтобы предполагал, я даже потом догадывался, а потом еще и знал. Поэтому никогда не хотел даже рядом соприкасаться с этой всей помойкой, извините. По-другому я сказать не могу. Павел Дуров тут вчера, по-моему, отпраздновал свой юбилей 40 лет. Ему исполнилось, боже мой, с ним ровесники. Напомню, да, 1 декабря у меня тоже будет 40, кошмар. Так вот, за свои 40 лет, в отличие от меня, Павел Дуров-то успел много чего достичь. И ВКонтакте сделал, Телеграм, все что угодно, понимаете? И раскачался, и внешне преобразился, и 100 детей родил, и выбрался из плена, и посидел в парижском СИЗО. Ну, все, понимаете, насыщенная жизнь. Ну, Ирина Болгар, естественно, молчать не стала. Если вдруг кто-то не знает, кто такая Ирина Болгар, это девушка, с которой у него якобы были отношения. Короче, дети у них общие точно есть. Она его поздравила, ну и, судя по всему, пожелала ему отправиться за решетку. Потому что, ну, себя на странице в Инстаграме она опубликовала видео из французского замка Ив, ну, а который раньше был тюрьмой. Ну, понятное дело, чего она ему желает. А еще потом появилась информация о том, что, оказывается, 25 миллионов долларов получила Ирина Болгар от Павла Дурова. И это все в период с 19 по 23 год, пока все было хорошо. То есть, ребята, там я посчитал, если в месяц разделить эту сумму, там больше полумиллиона долларов в месяц на содержание детей и ее. Я не могу понять, чего ей не хватало в этой жизни, почему она вдруг начала вот потом... Что-то же произошло, правильно? Не может же так просто взять что-то случиться. Кто-то сейчас может сказать, вот у Павла там появилась новая девушка, она ему там что-то нашептала, и он решил максимально все убрать, урезать и оставить своих детей голодными. Я не верю в это. Не верю, ребята. Ребенку много не надо, даже с учетом того, что они живут в Швейцарии. Я думаю, полмиллиона долларов в месяц более чем достаточно на всех детей, еще и включая его жену. Что-то, видимо, пошло не так. Может быть, у нее выросли аппетиты, а может быть и нет. Может, я наговарю. Да, дети его. Но еще раз говорю, она не является суррогатной матерью. Нет, нет, это не так. Меня неправильно некоторые поняли. Я говорю о том, что они, знаете, просто договорились, да, что вот я тебе буду давать деньги, а ты рожаешь детей. У них не было никаких вот романтических отношений. Вот о чем я говорил. Просто был такой, можно сказать, циничный договор между мужчиной богатым и женщиной молодой. Ты рожаешь детей, я обеспечиваю их, ты их воспитываешь, точнее, мы вместе их воспитываем, типа семья, но не семья. Вот что я хотел тогда сказать. Надеюсь, сейчас меня поняли. А я хочу, знаете что? Чтобы вы поставили прямо сейчас лайк, сердечко, это все одно и то же. Под этим видео, конечно же, подписались. Хотя бы одному человеку порекомендовали по возможности. Ну и, конечно же, хотя бы один комментарий, пожалуйста, оставьте. Есть что сказать. Всем огромное спасибо, кто это делает, не лениться и поддерживает. Вы лучшие. Возвращаемся к новостям. Билли Айлиш признала, что она страдает от боли в суставах. И все это началось еще с 9 лет. Боли, вызванные гипермобильностью, при которой соединительные ткани суставов слишком эластичны, что может, собственно, приводить к травмам, вывихам и деформациям суставов. Из-за этого за годы карьеры своей Билли Айлиш получила огромное количество травм, поэтому ей нужно, конечно же, аккуратнее. А лучше вообще выходить, стоять и не двигаться. А тем временем полиция Германии признала Грету Тунберг склонной к насилию. Такой статус она получила за участие в пропалестинских демонстрациях. Также еще говорится, что на этих акциях протестующие атаковали полицейских и выкрикивали запрещенные лозунги. Западные СМИ пишут, что Тунберг в годовщину атаки Хамас на Израиль участвовала в антиизраильской демонстрации. Теперь в Германии ее признали как склонной к насилию. А Виктория Боня продолжает сокрушаться на своих подписчиков, которые очень приживают. Даже не за нее, а за ее дочь. Мол, мама совсем слетела с катушек по каким-то горам, по Гималаям бродит. Зачем? Непонятно. А как же дочь? А как же дочь? Но фика Боня вышла, скажет, что такое? Я вам сейчас все проясню. Цитирую. От того, что вы пишете мне такие комментарии, мои планы никогда не изменятся. Это мой выбор. Даже если я останусь на горе навсегда. Это мой выбор. Моя дочь учится в школе Англии с проживанием. Я сделала все, чтобы мой ребенок получал образование. Ей есть чем заняться. Так же, как и мне. Ценю вашу заботу, но в вашей заботе я не нуждаюсь. Так что не переживайте за Боню. Даже если она останется на веки вечной на горах, это ее выбор. Мы можем только пожелать ей счастливого пути. Пусть живет. Да. А может быть инопланетяне прилетят, заберут. В конце концов, мне кажется, им будет точно весело с ней. Так, появилась информация. И в общем, известно. Тема Мэтт Галла следующего года. Суперфайн Тайлоринг Блэк Стайл. Бал и выставка будут посвящены традициям кроя костюмов темнокожих мужчин. В жюри бала будут актер Колман Доминго, гонщик Льюис Хэмилтон, отец детей Ирианы Осопроки, продюсер Фаррел Уильямс и баскетболист Леброн Джеймс. Так что можно сказать спасибо Ане Вентур. Вот, собственно, будет новая такая тема. Как вы к этому относитесь, конечно, напишите. А вы знали, что простой мазок со щеки теперь может рассказать, как быстро вы стареете и предсказать дату вашей кончины? По крайней мере, так нам пытаются рассказать ученые США, которые создали тест CheckAge. Для анализа активности генов в расчет идут не только гены, но и ваш образ жизни и уровень стресса. Евгений Репчинский, который написал в свое время огромное количество прекрасных песен для Таисии Павалий. Но, как вы знаете, Таисия Павалий выбрала другую страну. Это ее тоже выбор. Тут цитирую Викторию Боню. Вот. Ну, а он решил, что песни должны пропадать, поэтому он все эти песни, которые когда-то пела Павалий, отдает другим людям. Они сейчас-то все перепевают. И вы знаете, получается очень даже неплохо. Хотя, в принципе, я всегда против, когда пытаются перепеть чужие песни. Ну, в данном случае, мне кажется, очень даже за. Прекрасная и великолепная Кейт Уинслет, которая 49 лет, выглядит потрясающе. Я уже молчу про то, какая она замечательная, гениальная актриса. Одна из моих самых любимых. И, мне кажется, на сегодняшний день одна из самых таких максимально flexible. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, такая многогранная. Она может сыграть кого угодно. Так вот, она уже неоднократно заявляла, еще раз сказала, что она выбрала путь старения естественно. Она считает, что женщины, как хорошее вино, с возрастом становится только лучше. Только я вам хочу сейчас сразу сказать, перед тем, как вы будете писать комментарии, не путайте, пожалуйста. Стареть естественно и запускать себя. Это разное вообще. Это не говорит о том, что вы должны на себя вот просто положить все, что только можно. Вести отвратительный образ жизни, никак за собой не ухаживать. Нет, имеется в виду, не кромсать себя там, да? Продолжать заниматься какими-то минимальными упражнениями, любить себя там, да? Это развиваться, спорт по возможности, если хотите стараться правильно питаться и так далее. Спать поменьше, стрессовать. Она имела в виду, что она не хочет себя обрезать, обкалывать, перерезать. Ну, как это многие сейчас делают. Вот о чем это так уточняю для всех, кто не понял. Ну и, конечно же, цитата. Наши лица становятся более похожими на нас. В них больше жизни, больше истории. То, что я нахожу невероятно красивым. Это морщины вокруг глаз. Тыльная сторона ладони. Красота — это скорее чувство, а не то, что мы смотрим. Ну, а теперь, конечно, я хочу послушать ваши комментарии. А выглядит она потрясающе. Актриса лучшая. Одна из лучших. Да, так выглядит правильно. Attention, please. Attention, please. Тут серьезная важнейшая информация. Вдруг неожиданно приехала он к нам. Знаете от кого? От Тарзана. Муженька Наталочки Королевой. Я не знаю, что случилось, но он вдруг прервал молчание, вышел на связь. Не про своего сына, не про то, как там медовый месяц, свадьба. Нет, он сказал, срочно все идите и проверяйте свой кишечник. Не знаю, что это вдруг он решил всех отправлять на гастроскопию, колоноскопию, как хотите. Не суть. Ну, давайте так. Мы принимаем его в совет и живем по методу совет за совет. Значит, Тарзан и Наталочка Королева, и все семейство, мы сходим, сделаем колоноскопию, гастроскопию, не переживайте. Тогда и наш совет для вашего семейства. Мы прислушались к вам, вы прислушаетесь к нам. И мы идем к гастроэнтрологу, а вы всей дружной семьей идете к психиатру. Там явно уже давным-давно нужно было прописаться вам всем. Мое субъективное мнение. Красотке, по версии самой себя, Белли Хадид исполнилось 28 лет. Хотя долгое время она была всегда в тени своей сестры Джи-Джи, Хадид еще одной красотке, по версии опять-таки самой себя. Но, тем не менее, ей это не помешало построить успешную карьеру. Чтобы отличаться от своей сестры, она перекрасила волосы в коричневые, а в 14 лет сделала ринопластику. А там дальше нужно было продолжать. Что еще она сделала? Потому что, я думаю, там не одна ринопластика была. Там было пластик столько, сколько нам с вами не снилось. Начала она свою карьеру еще в 14 году. Быстро привлекла внимание крупных брендов. Конечно же, родители тут ни при чем. Все естественно, все свое. Вот такая вот она серьезная, красивая, замечательная. 28 лет. Ну, с днем рождения. Мое мнение по поводу состер-ходит, вы знаете. Я не испытываю к ним негатива. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Просто я не считаю их какими-то уникальными. Вот и все. Я вижу на улицах каждый день намного красивее девушек и уникальнее. Вот и все. Алина Загитова не будет вести ледниковый период. Оказывается, новый сезон уже идет в процессе. Соведущая Ягудина будет Евгения Медведева. Ну и также там в членах жюри будет Татьяна Тарасова. Несмотря на то, что многие говорили, что вот ее уже не будет. Проблемы со здоровьем. Не ходят, не дышат. Там такое писалось. Постоянно каждую неделю в больницу там отправляли. Но тем не менее, говорят, веселая, бодрая. И все ей нравится. И Роман Костомаров тоже вроде присоединится как член жюри само собой. Ну и как обычно, по привычке я заканчиваю выпуск по традиции последних недель. Рубрикой, которая вам так полюбилась. Так она и называется. Прекрасная женщина-изобретательница. Ширли Энн Джексон – американская физик и одна из первых женщин афроамериканского происхождения, которая получила докторскую степень в области теоретической физики. Ее научная карьера и достижения оказали значительное влияние на развитие технологий и науки, особенно в сфере телекоммуникации. Она родилась 5 августа 1946 года в Вашингтоне, округ Колумбия. И с юных лет, конечно же, проявляла свой интерес к математике и науке, чему способствовали ее родители, поощряли ее образование, и это прекрасно. Ширли Энн Джексон начала свое высшее образование в Массачусетском технологическом институте, где в 1968 году получила степень бакалавра по физике. В то время институт был учебным заведением, где училось очень мало женщин и еще меньше афроамериканцев. Но Джексон преодолела все эти трудности благодаря своим выдающимся способностям и упорству. В 1973 году она стала первой афроамериканкой, получившей докторскую степень по физике в том же университете, что сделало ее пионером для последующих поколений ученых из числа меньшинств. Ее научные исследования были посвящены теоретической физике, а конкретно квантовой механики и физики элементарных частиц. После того, как она окончила учебу, она продолжила научную карьеру и работала в ведущих лабораториях и научных учреждениях, таких как Fermilab, Европейская организация по ядерным исследованиям, но и многие другие лаборатории. Ее работа включала исследования в области полупроводников, оптики и свойств поверхности материалов, что стало основой для развития множества современных технологий. Один из важнейших вкладов Ширли Джексон в науку связан с ее исследованиями в области телекоммуникации. Ее работа помогла заложить основы для технологий, которые мы используем по сей день. Оптоволоконная связь, солнечные батареи, технология идентификации звонящего и портативные факсы. Ее исследования позволили значительно улучшить скорость и качество передачи данных, что, конечно же, оказало огромное влияние на развитие интернета и мобильной связи. В 1995 году Ширли Джексон была назначена председателем комиссии по ядерному регулированию США, став первой женщиной и первой афроамериканской женщиной на этой должности. На этом посту она сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности атомных станций управления радиоактивными материалами. Ее работа в этой области укрепила репутацию Джексон как одного из ведущих специалистов в вопросах ядерной безопасности и регулирования. В 1999 году она была назначена президентом Политехнического института Ренслера, одного из старейших технических университетов США. Под ее руководством университет значительно расширил свои программы исследования и инновации, привлекая студентов и ученых со всего мира. За свои достижения она была удостоена множества престижных наград, включая Национальную медаль науки в 2014 году, одной из высших наград в области науки в США, и членство в Национальной академии наук. Ее работа оказала колоссальные влияния на науку, технологии и образование, а ее достижения стали символом преодоления гендерных и расовых барьеров в академической и научной среде. Ширли Энн Джексон продолжает свою работу в науке и образовании, оставаясь одной из самых влиятельных женщин в мире технологий и науки. Ее вклад в развитие телекоммуникаций, ядерной безопасности и науки в целом сделал ее одной из самых значимых фигур в истории современной физики. И на этом основные новости на сегодня все, у нас как всегда будет про добро и немного поболтаем. Но перед тем, как перейдем к хорошему и прекрасному, я вам коротко напомню о том, что поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, если вдруг еще не сделали этого, и, конечно, подпишитесь на мой канал. Делитесь ссылками со своими соседями, друзьями, коллегами, возможно, им тоже понравится. Ну и, конечно же, хотя бы один комментарий оставьте. Отдельная благодарность всем за то, что вы приходите, особенно постоянным зрителям, за то, что активничаете, это очень приятно и вам благодарен. Особенно тем, кто оформил спонсорскую подписку. Поэтому, ребята, давайте сделаем мне приятно. К моему дню рождения хочется, знаете, чтобы 150 тысяч подписчиков хотя бы было. Поэтому, пожалуйста, делитесь поактивнее. Сделайте приятный подарок к моему юбилею. Все, всем спасибо, особенно спонсорам. Если вы желаете также поддержать, присоединяйтесь, оформляйте спонсорскую подписку. Также есть PayPal номер карты. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику Добра. Погнали! И сразу с невероятной, прекрасной дружбой. Здесь у нас лошадка и хвостик. У хозяйки ферма, куча животных. И хвостик очень дружелюбный. Он со всеми находит общий язык. Но она вот не хотела его знакомить с лошадью, потому что очень переживала, что, возможно, может лошадка как-то не так отреагирует. Ну какой там? Боже, посмотрите на эту идиллию. Ну все, это пара неразлучная. Теперь все. Каждый день постоянно хвост проводится с лошадкой, и не только, со всеми. Вот понимаете, животные, домашние, котики и собачки – это счастье дома. Только гляньте на эту деловую утку, которая тут создала чуть ли не аварийную ситуацию на трамвайных путях. Прям реклама Рафаэла. И пусть весь мир подождет. Нечего тут ездить трамваем по лужайкам, где ходят утки. Надо ждать, надо ждать. Это просто вам немного таких кошачьих нежностей для умиления. Котики всегда есть котики, даже если они дикие. Вы только посмотрите на эти романтические обнимашки этих львов. Красивые очень. Удивительную ловкость и блестящие навыки продемонстрировал нам этот усад. Вы только посмотрите на этого скалолаза, как он все умело делает. Просто он знает, что в любом деле главное не торопиться и сконцентрироваться. И все-все получится. Гляньте на него. Восторг. Ну и напоследок вам еще одна история. Я, если честно, не до конца ее понял. То, что я понял, что здесь пеликан, который обожает этого мужчину. Видимо, когда-то он его спас, как-то помог. Потому что животные, птицы, они же все очень помнят то добро, которое им оказывали. Может, он его вырастил, не знаю. Ну, короче, этот пеликан постоянно с этим мужчиной всюду. Никого к нему не подпускает, отпугивает всех. Когда тот пытается нырять, он его пытается спасать. Если собачка пытается подойти, он отгоняет всех людей, пока спит, охраняет его сон. Вы только посмотрите на этого пеликана, который не может просто ни на шах отойти от этого мужчины. Вот, понимаете, люди все-таки должны многому учиться у наших братьев меньших. На этой прекрасной ноте рубрика «Добра на сегодня» все. Давайте еще немного поболтаем. Ну, во-первых, всех с пятницей. Всем хорошего самочувствия, прекрасных выходных. Отдыхайте, наслаждайтесь, наполняйте. Самое главное, чтобы было тихо, мирно, спокойно. И только позитив был. Знаете, с лишом-то только от радости. Я тут, знаете ли, недавно наткнулся на одно видео, в котором, значит, какой-то эксперт, я не даже не стал разбираться, но, судя по всему, это какой-то явный эксперт, значит, вот он там что-то рассказывал, и для того, чтобы убедиться, что он действительно не врет, его на детектор лжи посадили, и он отвечал на такой интересный вопрос, почему я об этом решил поговорить. Ему задают вопрос, существуют ли психологические травмы? И как вы думаете, что он отвечает? Он отвечает, нет, не существует, это неправда. И дальше пошла дискуссия. Знаете, почему? Потому что детектор лжи сказал, что это правда. Дальше начинается разговор, и он объясняет вкратце. Все это выдуманное, придуманное людьми, сами себе это все забивают в голову, а психологи были придуманы исключительно в качестве бизнеса и только. То есть вот он одним таким своим высказыванием дал понять, что вы все сами себе придумали, а психологи просто из вас качают деньги и только. Все это не так, да? Я вот хочу более детально это все проговорить, попытаться проанализировать и с помощью логики, если она тут применима, давайте вместе попытаемся разобраться. Прежде чем многие сейчас напишут, я знаю, что у многих даже на моем канале такое же отношение к психологии, они считают, что это все не так. Ну, допустим, мы согласились, что психологи — это бизнес. Хорошо. Допустили. Допустим, что не существует психологических травм. Окей. Тогда у меня начинают сразу появляться вопросы. В принципе, логически. А вот давайте представим. Тут даже представлять не надо. А люди, которые подвергались в своей жизни насилию в различных его формах? Я сейчас без уточнения, да? Я уже молчу, когда там с детьми взрослые что-то могут сделать. Это что? А люди, которые вот сейчас живут в войне, это что? Я уже не говорю про тех, кто в горячих точках. Я даже не хочу представлять того, через что они проходят и что они там видели. Которые могут даже не вернуться оттуда. И это понимают. А люди, которые, родители, допустим, не доведи Господь, теряли своих детей. Я таких знаю. Это все что? Это все не психологические травмы. Это получается по его логике и вот этих людей, собравшихся там, это все придумали? Так выходит? Ну, то есть давайте вот ответьте на этот вопрос. Это все придумано, да? То есть если с вами в детстве, когда вы были ребенком, например, там, я не знаю, какой-то дядя, вы поняли, что с вами сделал? Вы все себе придумали. Выкини с головой, да? Ну, че ты начинаешь? Это все ерунда. Если ты живешь во время войны и вот это вот ты видишь все, не доведи Господь с тобой, что-то произойдет. Это все придумано. Ну и таких примеров можно много приводить. Я понимаю, что сегодня появилось очень много фейковых, так называемых, псевдопсихологов. Я это понимаю. Из-за которых складывается ощущение, что вокруг одни мошенники. Я это все принимаю даже. Но есть же и толковые. Хотя мое личное мнение такое. Знаете, как по поводу психолога. Хороший психолог только тот, который пережил сам какие-то серьезные события в своей жизни и не сломался. Он нашел решение. Может быть не сам, может с помощью каких-то людей, книг, ситуации, неважно. Но он смог разобраться, решить все свои проблемы. Освободиться, так сказать, найти смысл жить дальше и правильно. Ну, в общем, все там. Реструктуризацию, так скажем, провести в голове. И он может быть толковым психологом. Те психологи, которые просто почитали книги и вообще понятия не имеют, что это, ничего, они там не проходили в своей жизни. Вот это для меня нет. Вот по книжечке нет. Я уже видел вот этих вот людей, живущих по инструкции. Они, извините, я не хочу никого обидеть, но они и действуют по инструкции. Но они не понимают, что жизнь — это не инструкция. И в ней может происходить все то, чего вам никогда не рассказывали и не показывали. Вот и все. И потом нужно всегда понимать, что, наверное, какой-то серьезный жизненный опыт дает какую-то мудрость, благодаря которой ты можешь как-то где-то что-то там с психологией справляться. Ну, вот наглядные примеры. Вот возьмем тоже Бритни Спирс, Волочкову. Ну, с ними же что-то случилось в какой-то момент. Они сломались, и все пошло не туда. Если это не психологические травмы, то что это? Что это? Я просто хочу узнать ответ. Я не хочу там спорить с этим человеком и со всеми людьми в той студии, это их мнение. Но я просто вам объяснил с помощью логики, что все то, что они говорят, в принципе, нелогично. Если это все не психологические травмы, то тогда это что, психические травмы? Тогда психиатр только нужен или как? Ну, давайте вместе пообщаемся и разберемся в этой ситуации. Что думаете вы? История очень интересная. Я все-таки считаю, что психологе, ему даже не обязательно нужно иметь образование. Достаточно хорошего жизненного опыта, хорошего в кавычках, я имею в виду, с которым он справился и идет по жизни. И тем самым он может быть, наверное, даже больше не то чтобы советником, а примером для многих других людей, чтобы не опускать никогда руки. Но в любом случае, знаете, что психолог, в любом случае, есть там травмы, нет травм, он никогда ничего за вас не решит. Он вас может направить, помочь что-то увидеть, подсказать, но решать все равно нам всем. Вот это точно я могу сказать. А насчет придуманных психологических травм, вот с этим я не согласен категорически. А согласны ли вы, напишите. На этом у меня сегодня рубрика «Все». Болталка заканчивается. Всех, у кого сегодня день рождения именины, как всегда, с вашим днем поздравляю. И желаю, чтобы в жизни вашей и ваших близких, дорогих вам людей никогда ничего подобного не происходило. Пусть все будет только радостное, веселое, позитивное, хорошее, приятное, доброе. Все то, чего нам так сейчас не хватает. Живите в радости, в любви, вот чтобы жизнь была как прекрасная, добрая сказка. Берегите себя, остаемся людьми. До завтра, пока-пока.